Прозрачность, открытость и настоящий праздник. Так единогласно отзывались о президентских выборах в России иностранные эксперты. Все три дня зарубежные наблюдатели следили за ходом электорального процесса. Самарскую область посетили профессиональные наблюдатели и эксперты из США, Парагвая, Венесуэла, Алжира, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Казахстана. Эксперты отметили высокую организацию выборов и высокую активность избирателей. Первое, что хочется отметить, это большое участие избирателей. Мы не ожидали, что люди разных возрастов и поколений будут с таким желанием приходить и голосовать. Россия самая большая страна в мире и для нас было удивительно смотреть, насколько организован был весь процесс. Потому что организовать выборы в таком масштабе – непростая задача. По словам экспертов, Россия – пример электорального стандарта в мире. Наблюдатели отметили слаженный, но простой и понятный механизм выборов в стране и большой интерес у молодежи. Они принимают ответственные задачи, чтобы на каждом участке было более чем 50% молодых людей. Большое вам спасибо за то, что доказали еще раз, что Россия – есть Россия. Такая хорошая организация, такая прозрачная выборная процедура – это просто очень-очень меня лично удивило. Эксперты называли правильным решением организацию голосования на дому для тех, кому сложно попасть на избирательные участки. Это делает выборы еще более доступными, считают эксперты. Наблюдатели делились опытом проведения выборов в своих странах, подчеркивая, что им есть чему поучиться у России. Хочу подчеркнуть прозрачность выборов и уровень подготовки. В Парагвайе есть такое голосование с помощником. Из-за этого бывает много нарушений в волеизъявлении. У вас такого нет. У вас есть волонтеры, которые могут рассказать про порядок, могут показать, какие есть кандидаты, но они сами за вас ничего не будут делать. Подсчет голосов был очень быстрым, очень легким и, конечно же, открытым. Поэтому у меня нет никаких вопросов, нет никаких сомнений в том, что все было сделано легитимно. Также для иностранных наблюдателей провели экскурсию по «Умному дому бабочек» и Центру дипломатии, организованным на базе Самарского университета. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.